Вечером 31 августа, через несколько часов после теракта в центре Донецка, в результате которого был убит глава ДНР Александр Захарченко, штабом территориальной обороны ДНР было принято решение временно возложить исполнение обязанностей главы республики на заместителя председателя Совета Министров ДНР Дмитрия Трапезникова. Решение штаба территориальной обороны ДНР в соответствии с частью первой статьи 62 Конституции ДНР в связи с трагической гибелью главы ДНР Захарченко Александра Владимировича возложить временное исполнение обязанностей главы ДНР на заместителя председателя Совета Министров ДНР Трапезникова Дмитрия Викторовича. Сразу после экстренного заседания Совета Министров, исполняющий обязанности главы республики Дмитрий Трапезников, провел свой первый после вступления в должность брифинг, на котором сделал ряд важных заявлений о неизменности внешнеполитического курса республики, о сохранении программы перезапуска промышленности Донбасса и восстановления экономического потенциала ДНР. К сожалению, украинским диверсантам удалось совершить диверсию, впоследствии которой погиб глава ДНР Захарченко Александр Владимирович. На глазах наворачиваются слезы, в самом деле плачет сегодня вся республика, но зная характер Александра Владимировича, я уверен, что он хотел бы, чтобы республика жила дальше, чтобы сбылись все его мечты, чтобы мы собрали сегодня всю нашу злость в кулак и продолжали работать. Я его давно знаю, не просто как главу республики, он для меня был больше, чем глава, друг, брат. И я знаю, что все его идеи, все мечты, за которые он переживал, за которые он вкладывал всю душу, мы продолжим и выполним все, что он хотел сделать. И все виновные будут наказаны в деяниях своих. Донецкая республика будет жить самостоятельно, независимо и, как мечтал Александр Владимирович, в большой России. Убийство Александра Захарченко вынудило правительство республики принять дополнительные меры безопасности, в том числе вернуться к прежнему режиму комендантского часа, который теперь снова наступает в 23.00. По случаю гибели главы республики Александра Захарченко в ДНР объявлен трехдневный траур – 1, 2 и 3 сентября. В республике приспущены государственные флаги, отменены все развлекательные мероприятия, в том числе и праздничные линейки в школах. Старт нового учебного года перенесли на 4 сентября. В Харцизке в связи с трауром принято решение об отмене празднования в текущем году Дня города.